Спонсор трансляции экстренного вызова сервисный центр Формула-7 За минувшие сутки в Шимкенте зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 3 человека. В 3 часа дня авария произошла на углу улиц Майлы Хожа и Оренбаева. Здесь столкнулись два «Фольксвагена» моделей «Гольф» и «Пассад». Как рассказали свидетели происшествия, «Гольф» ехал по второстепенной дороге улицы Оренбаева. И женщина, управлявшая автомашиной, должна была пропустить «Фольксваген-Пассад», который двигался по главной дороге улицы Майлы Хожа. Столкновение произошло в центре дороги. «Гольф» от сильного удара вылетел на обочину. Она второстепенно выехала на главную, а главная дорога-то «Пассад» выехала отсюда. К счастью, в столкновении никто серьезно не пострадал. Спустя несколько минут на место ДТП приехали врачи и полицейские. «Сотрудники милиции отреагировали. Жертв нет. Ну, моральный ущерб, конечно, машинам есть. Я хочу все сказать всем, кто видит меня, кто слышит меня. Будьте внимательны за рулем». Этот перекресток не оборудован светофором. Аварии здесь происходят постоянно, рассказывают местные жители. И установка электронного регулировщика назрела давно. Сейчас подробности этого происшествия и степень вины водителей в ДТП выясняют дознаватели дорожно-патрульной полиции. Еще одно дорожно-транспортное происшествие случилось в 10 часов вечера на улице Ташенова. Здесь столкнулись две автомашины марки БМВ. По словам очевидцев, один из автомобилей ехал по главной дороге, а другой выехал с второстепенной. После столкновения оба БМВ вылетели на обочину. В этом происшествии никто не пострадал. Сумму ущерба и кто виновен в ДТП выясняют дознаватели административной полиции. В три часа дня сообщение о пожаре на улице Мангельды поступило на пульт 101 города Кентау. Пожар разгорелся в одном из частных домов и на его тушение выехали 3 спецавтомашины и 12 человек личного состава. Как выяснили пожарные, огонь разгорелся в бане частного домостроения. Площадь возгорания составила 25 квадратных метров. Затушить пламя борцам с огнем удалось в течение 35 минут. К счастью, в ЧП никто не пострадал. Сейчас причину пожара и сумму ущерба выясняют дознаватели управления ПЧС города Кентау.